Праздник Лейго Петрас до Бришус. Время летнего солнцестояния больше всего подходит для таких ритуалов. А сегодня днём шаман готовится уже к другому ритуалу. Поможет найти свой тотем посетителям фестиваля. Каждое племя, каждый человек имеет связь с каким-то диким животным. Другой обнимает дерево, другую кошку обнимает. И то помогает, и то. Так что сейчас будем поиски. Звуки бубна похожи на звуки земли. Латвийская земля особенно сильная. Сильнее, чем литовская. Всё дело в лесах, считает шаман. Как в прошлое вернулось. Потому что все духи, наверное, из Пруссии и Литвы сюда прилетели. Потому что там уже земля больше была занята, больше цивилизации. А здесь как будто мы там сидим и думаем, что вы живёте в Латвии все на краю. На краю света. Погрузиться в медитацию через трансовые танцы поможет музыка, исполняемая перкуссионистом и ударником Риша из Германии. Он главный гость фестиваля. Кроме того, Риша – проводник по другим уровням сознания. Для меня это как сбывшаяся мечта. Такое событие в таком красивом месте на природе – это настоящее воссоединение с природой. Это возможность изобрести заново способ отмечать этот праздник. Я слышал, что обычно латыши отмечают с барбекю и алкоголем. А мы хотели иметь альтернативу. Творческие мастер-классы, занятия танцами, шаманская баня, огненные ритуалы. Программа фестиваля обширная. Всё об одном и том же – о природе, о наших духов родовых. И о том, чтобы мы стали ближе с природой, ближе к себе. И о том, чтобы мы не забывали, что мы дети земли. Фестиваль шаманской музыки и танцев продлится ещё два дня – до 25 июня.